Всем привет, мои золотые! У меня внезапно образовалось 15 минут времени, а я все думала, когда же вам записать обзор на многодетную мать, нашу мать-героиню. Пока я жду своего клиента, в общем, у меня есть время, буду показывать вам голубей, которых здесь, видите, кормят, ну и расскажу свои мысли по поводу ее стрима. Но прежде чем приступим к стриму, ну, вы знаете, она вчера засняла видео, как она продавала быка. В общем, они продали своего старого быка, купили нового, к ним приехал к Невос, в общем, забрали туда-сюда, она вечно в этом своем зеленом пуховике. Друзья, это спецодежда на все случаи жизни. И в Крым, и в Рим, как говорится, и на медные трубы. Везде этот ее зеленый пуховик, везде эти ее вот эти вот рыжие ботинки. Ну, в общем, она же говорит, что обзорщиков не смотрит. Если бы смотрела, она бы, может, давным-давно поменяла свою одежду. Но, правда, негоже ходить в этом зеленом пуховике и на баз к коровам, и к косметологу. Ну, в общем, она везде в нем. И в этих рыжих ботинках, в ботинках, в которых, я больше чем уверена, скапливаются капли навоза, скапливается вот это вот говно коровье. Ну, в общем, если бы она нас смотрела, она, может быть, этого бы не делала. Ну, так как она не смотрит и гордится, ну, таким образом, вот эти вот косяки ее никогда, видно, не закончатся. В общем, там, в принципе, в этом видео особо смотреть нечего. Ну, горожане довольны. Коровки попрыгали, лошадка побегала, корова там от нее убегала. Ну, в общем, все довольны и счастливы. Ну, и вот. А по поводу стрима, что она там такого интересного сказала? Я сделала вывод, что она считает, что зрители ее, ей должны. Потому что, когда приходит женщина на стрим, например, и спрашивает, Ольга, а вы что, говорит, я давно у вас на стриме не была, не была вы беременна? Она ей так отвечает, такое чувство, значит, что эта женщина просто обязана отслеживать, ну, в общем, все движения в ее жизни. Ну, то есть, Быкова считает, что ее должны смотреть каждый день. И когда вот так вот, ну, приходит такой посторонний человек, который не смотрит каждый день ее видео, ну, просто пришел и спросил, а вы что, беременна? Она, знаете, так грубо отвечает. Ну, в общем, она считает, видимо, что действительно все зрители ее секретарей должны полностью знать, что происходит. Она же показывала, она же снимает ролики почти каждый день, значит, вы обязаны знать, что происходит в моей жизни. И, в общем, когда ей задают подобные вопросы, ее накрывают психи, и она вот так вот отвечает довольно грубо. Задавали ей вопросы на стриме по поводу донатов. И вообще такой интересный вопросик был, тоже прилетел к ней. У нее спросили, говорит, а вот если бы у вас не было донатов, вы бы, типа того, жили бы точно так же? Она говорит, да, я бы сделала ровно то же, что сделала и сейчас за год, но сделала бы это за пять лет. Ну, конечно, я бы хочу сказать, что она бы и за пять лет все это не сделала, потому что Быкова, реально у нее донаты, я думаю, сравниваются с ее зарплатой, а может быть даже еще и больше. И, конечно, вот этот вот подкоп и заезд под саму возможность собирания ей донатов для нее страшнее смерти. И именно поэтому я думаю, что они с Машей придумали вот эту историю про то, что когда Быкова потеряла ребенка, она, в общем, лежала в больнице и искала поддержки, и написала якобы какой-то матушке, ну, то есть матушка, это же не жена батюшки, вот, ну, такое, как бы, знаете, обращение, что вот, поддержите меня, у меня такой сложный период в жизни, я не знаю, за что мне это. Но это как рассказывает Быкова, она говорит, что это сообщение у нее, там, много времени висело в телефоне, буквально несколько лет. И вот она его ни разу не открывала, сейчас вдруг открыла, и вот, короче, она читает его на стриме, и вроде как всплакнул ее, тут же начинают успокаивать, Оль, ну, ты, в общем, тарам-парам. Вот, и, значит, матушка ей отвечает, что вот, Оля, тебе это прилетело за то, что ты, ну, как бы, немеренно собираешь донаты. И, в общем, Оля, значит, говорит, ну, как же, говорит, я могла ожидать, в общем, такого ответа от кого угодно, но только не от матушки, потому что люди, которые служат в церкви, они, в общем, сами живут на пожертвования. Церковь же никто не содержит, она, в общем, живет на пожертвования прихожан. Ну, и вот, и типа того, сама матушка живет на пожертвовании, мне такие вещи говорит, и все такое прочее. И я думаю, что эта история, на самом деле, придумана. Она же не показывала свой телефон, где, ну, я не знаю, переписка с этой якобы матушкой, которых у нее много-много, но, в общем, я в ней нифига не верю. Я думаю, что они с этой Марусей, со своей Козлодоевой, придумали просто эту историю для того, чтобы, вот теперь, внимание, недавно монахиня Христина засняла видео, где, в общем, говорила, что Быкова просто-напросто оборзела, и люди ее вот этими донатами развращают. Вот, и для того, чтобы, как бы, знаете, ну, для многих, вот эта вот монахиня Христина, это авторитет для тех же самых донатчиков. Вот, и для того, чтобы, ну, люди ее не слушали, надо было как-то посеять зерно сомнения, понимаете, вот в этих воцерковленных людях, ну, которые близкие к церкви, не знаю, как это правильно называется. И была придумана вот эта вот такая нехорошая матушка, которая в свое время не поддержала Быкову, в таком, понимаете, причем так грубо не поддержала, в таком неприятном моменте, когда она потеряла ребенка, в общем, обратилась по-доброму, за помощью, в общем, к матушке, которая, ну, никак вот не должна была, как бы, ей такие вещи говорить. Ну, то есть это такой заезд, надо было монахиню Христину поставить на место, а как? Нельзя же напрямую сказать, что монахиня Христин, ты чего, типа того, на меня выезжаешь, ты сама живешь на донаты. Потому что те же самые зрители, ну, этого бы не поняли, наверное, или какая-нибудь склока началась. И поэтому они все сказали, что хотели, но только опосредованно. Нашли какую-то другую матушку, которой на самом деле не было. Ну, и Быкова сказала вместе с Машей. Маша, может быть, ей даже текст написала, потому что это не стиль Быковой. Ну, в общем, вот. Короче, нашли другую матушку, якобы, которая существует. И поставили монахиню Христину таким образом на место. Ну, то есть сказали, что вы все, вот, типа, кто в церкви подвизается у церкви и, в общем, живет на пожертвования окружающих, не имеете никакого права Быкову осуждать за донаты. То есть, понимаете, ну, кто Быкову осуждает за донаты, по ее словам? Естественно, хейтеры. А тут вдруг церковный служитель тоже осуждает. Ну, вы сами представьте, это же под такой подкоп, под саму возможность жить на эти деньги, которые она собирает со зрителей. Понимаете, она делает вид, что ей вообще невдомек, а может, ей и правда невдомек, что все на нее вот эти вот хейтеры, ну, и вообще зрители ополчились. Ну, потому что донаты, вроде как, знаете, есть у всех, но и нормально это воспринимается. Но у нее это вообще переходит все границы, потому что она вводит людей в заблуждение. Она хоть на этом стриме говорит, ну, как говорит, ну, я же вас не ввожу, она так сказала, я же, говорит, вас не ввожу в заблуждение. Я вам реально говорю, что я обеспеченная женщина, но просто, если вы мне подкинете денег, то все, что я запланировала, в общем, как бы, я сделаю быстрее, чем сделала бы без ваших денег. Я же никого, говорит, у церкви не сижу, никого вам, ну, как бы, в лицо не сую, ну, как же не сует. Она приглашает детей на стрим, говорит, киньте им зайчика. Ну, то есть, понимаете, все она делает, все, от чего она отнекивается, она, естественно, делает. И вот это вот, я думаю, что она зрителей воспринимает как стадо. Вот стадо баранов, которых нужно стричь. Но она, да, она специально, целенаправленно собирала вот это стадо. Причем, знаете, вот так вот у нее в таких больших масштабах это началось, когда ей монетизацию отключили на канале. Помните, был момент, когда весной, в общем, она влетела, ей YouTube наложил на нее санкции, отключили монетизацию. Вот, и тогда она прям требовала, реально требовала со зрителей, чтобы они ей кидали деньги, потому что, ну, как бы, денег от YouTube же она не собирает. И вот тогда у нее был отсев зрителей, кто был не согласен с ее каналом, короче, благополучно вылетел. Ну, и все. И теперь там вот те люди, которые относятся ко всему этому лояльно, понимаете. Она все время говорит, я же не для себя собираю, вы, в общем, приближаете счастливое будущее мое и моих детей. То есть я стараюсь ради них. Ну, естественно, под этот заезд, ну, кому не жалко детей? Всем жалко, тем более, если она их сажает все время перед камерой. И, как бы, давит людям на жалость, не дает им забыть, кому на самом деле нужны денежки. Вот. И, в общем, в этом стриме она показала себя во всей красе. Еще раз говорю, мне вот понравилось, что она зрители считают, что они полностью ее секретари. Вот. И что они обязаны знать про все мелочи ее жизни. Друзья, ну вот, смотрите. Я, между прочим, снимаю на улице, на меня оглядываются. Видите, у нас течет. Течет, течет. Почти скоро. Не скоро. Середина февраля, уже ближе к концу. С утра мороз. Вот. А потом такая вот. Теперь скоро должен приехать клиент. Я жду, пока он приедет, колбаску заберет у меня. Вот. Мы должны здесь встретиться. Немножко я не подрассчитала время. Мне приходится ждать. Поэтому я делаю вам вот такой вот обзорчик. Ну и всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова